наш эфир продолжает программа час ивана денисова здравствуйте иван здравствуйте сергей здравствуйте уважаемые слушателям ну нашим слушателям и мне хорошо известно что вы внимательно следите за тем что происходит в соединенных штатах изучаете историю консервативного движения я думаю что всем нам было бы интересно послушать ваш анализ возможных итогов этих выборов завтра кстати последний день ну относительно последний день потому что в некоторых штатах разрешили считать бюллетени еще дня три после того как закончится выбора спасибо за такое представление я благодарю полину волкову за помощь подготовки выпуска и сегодня и наверное в следующий раз у нас получается целиком по выпуске будут посвящены естественно выборам но никуда нам от них не деться так получается что многие слушатели зрители будут вот этот выпуск смотреть слушать уже когда результаты будут известны ну вот и посмотрим что и как я наобещал сбудется не сбудется ну понятно что еще на этой неделе рано говорить сбудется не сбудется но тем не менее уже первые я думаю какие-то из моих ну не скажу пророчеств предсказаний потому что с этим у меня плохо на самом деле а какие-то мои соображения так их назову они возможно уже подтвердятся или будут наоборот и проверки если вам покажется что где-то я сгущаю краски да наверное это я полагаю сейчас необходимо даже сделать потому что надо рассматривать ситуацию даже в ее край на крайних проявлениях но если покажется что я в чем-то повторяюсь не без сути но здесь это будет сделать к сожалению так или иначе необходимо поэтому чтобы все-таки не заканчивать на ночь на ноте мрачной я начну с плохого и сейчас ближайшие 15-20 минут постараюсь вам обрисовать как я вижу результаты победы байдена во второй части результаты победы трампа если останется время то возможно еще поговорим о том как консервативное движение может измениться в какую сторону и что ему предстоит но если не останется то ничего страшного даже наверное консервативное движение лучше уже говорить через неделю когда результаты будут перед нами итак смотрим с вами на вариант худший это победа байдена здесь есть свои нюансы если победа байдена плюс сохраняется большинство в палате и большинство в сенате то все совсем плохо если республиканцы все-таки в палате я честно говоря не уверен что удастся ее вернуть но сохранить хоть какое-то большинство в сенате теоретически все-таки возможно я на это рассчитываю поэтому этот вариант мы тоже с вами держим в уме и тоже мы его рассмотрим но пока общие а потом частные моменты но что касается противостояния политических партий то здесь мы с вами скорее всего увидим что демократическая партия продолжит леветь потому что все разговоры о центризме байдена я конечно же сразу и целиком и полностью отметая от металл все время а если у человека нет вообще никаких взглядов это очевидно и делает он ставку на то что модно сейчас в его окружении то понятно что мы получим с вами дальнейшее поливение и истинными лидерами партии станут харрис ворон берни и вся та мутная публика из палаты представителей это вне всякого сомнения и процесс этот вряд ли его что-то остановит потому что понятно что не будет причину демократов двигаться к центру в ближайшие четыре года точно что касается партии республиканской то здесь тоже возможен очень негативный результат что истеблишмент скажет вот пожалуйста получили трампа и проиграли поэтому давайте мы вот не будем особенно противостоять демократам будем такими же как они то есть возвращение этих самых мету репабликанс республиканцев которые мало чем отличаются от демократов как это было во времена нового курса да и после него все это к нам вернется и будут республиканские кандидаты очередные ромни маккейн и доулы люди может в чем-то и симпатичные но не имеющие никакой не имеющие серьезного веса и та самая старая американская поговорка you can't beat somebody was nobody она здесь себя оправдает целиком и полностью каких бы кандидатов не предлагали демократы после этого а есть вариант получше что наоборот республиканцы получит после в случае победы байдена приток консервативных сил будут более активно противостоять но честно говоря мне в это верится с трудом то есть то что консервации консерваторы в случае поражения трампа активизируется это да о чем позже но то что активизируется республиканская партия в консервативном направлении у меня к сожалению уверенности такой нет поэтому здесь результат тоже однозначно в минус что касается к конгресса то знаете здесь интересный момент на самом деле очень давно когда консервативное движение только складывалась а консерваторы естественно после рузвельта трумана да и даже изенхауэра в котором который был все-таки разочарованием для консерваторов и кеннеди джонсон и так далее так вот тогда 50 60-е годы консерваторы считали что ждать своего человека в белом доме смысла нет и поэтому порт должен быть сделан на конгресс и республиканцы консерваторы в конгрессе кстати в обеих партиях тогда еще можно было каких-то более-менее консервативных демократов найти хотя не без труда но тем не менее что они должны тормозить президентскую прыть либеральную и в силу своей близости к избирателям представлять как раз некую консервативную силу которая будет определять политику и играть тот самый тормоз который консерваторы должны роль которого и должны играть в случае чрезмерных либеральных реформ но со временем ситуация стала меняться и появление в белом доме как раз людей так или иначе связанных с движением консервативным будь то никсон в большей степени рейган но сейчас и трамп все это привело к тому что консерваторы увы переключились на власть исполнительную я не говорю что мне надо было этого делать если свои люди в белом доме то он конечно надо этим пользоваться но вот как-то конгресс был заброшен но только гингридж что-то пытался делать в 90-е до за что им большое спасибо а вот демократы и либералы нет как раз подхватили эту тему и где-то с 70-х годов они в общем и целом конгресс стали очень лихо использовать уже для скорее целей своих леволиберальных тут как не обошлось без постороннего вмешательства это никакая не конспирология сенатор джексон демократ кстати говоря еще в 75 году сказал что первая половина семидесятых привела к тому что огромный приток в разные комитеты и так далее левых активистов которые появились в конце 60-х а все это знаю привело к тому что на холме капиталистском уже действует разветвленная сеть советских агентов которые не только собирают информацию еще и так или иначе определяют политику и хотя времени прошло много стих с той поры но слова джексона я думаю стоит их помнить что действительно конгресс в ряде случаев выполнять такую вполне деятельность подрывную и либерально почему я ставлю знак равенства чуть позже поэтому если же как я сказал будут республиканцы то у меня к сожалению нет никакой уверенности что они это используют как надо а если будут демократа ну тут все плохо и тогда мы устремляем взоры только на верховный суд вообще-то это плохо потому что верховный суд не должен играть роль такой некой супер силы которая над всеми и консерваторы тоже об этом говорят но может получиться так что действительно верховный суд в независимости от того кто будет более консервативным к умению но тем не менее все-таки оригинализм благодаря томасу и алита и надеюсь назначением трампа возьмет верх и верховный суд может здесь сыграть то самое тот самый роль консервативного тормоза но и здесь есть опасность потому что и опять консерваторы об этом говорили а сделать это могут демократы и либералы что во первых мы все с вами обсуждали вопрос расширения верховного суда и это опасность есть но даже без нее можно суд превратить сообщника если хотите либерал во первых для этого можно вспомнить то о чем говорили еще отцы основатели и то что делалось и не раз а именно ряд вопросов из компетенции верховного суда вывести конгресс на самом деле может это сделать и тогда верховный суд до окажется с вынутыми зубами если угодно это будет трудно и я все-таки надеюсь что не получится такая возможность есть возможность другая которую предлагали тоже консерваторы и который может сыграть против них да и нас сейчас это перевести голосование сделать такой момент что решаются важные вопросы по иммиграции например так далее не простым большинством пять к четырем например а не меньше чтобы к шесть к трем или семь к двум то есть абсолютное большинство и если демократы этого добьются то опять преимущество будет на их стороне поэтому как видите и верховный суд может здесь нет не стать помощью я уж не буду говорить о том каким как как будут те или иные суде голосовать не в этом делу момент следующий вопрос экономики здесь я говорил и повторяю снова перспективы весьма и весьма удручающие потому что ну очень быстро напомню то что в прошлом прошлой передачи обозначал рост налогов а рост налогов в независимости от того что там говорит байден означает то что если повысили на какую-то группу людей занимающихся бизнесом то это непременно означает рост цен я я в ряде случаев вытеснение бизнеса подъема минимальной оплаты труда безработица в общем экономика которая и так и не может прийти в себя после эпидемии по получит еще один удар и я даже не представляю себе как из нее можно будет выкарабкиваться в условиях завышенных налогов что касается вопросов и внутренней безопасности здесь у меня большое сочувствие вызывают жители крупных городов в отчасти они сами виноваты потому что голосуют за демократов но скорее всего полиция будет скована по рукам и ногам потому что объявление о том что да полиция плохая она должна проходить в курсы расизма приведет либо к тому что полицейские в принципе не захотят заниматься своим делом либо будут им заниматься только если подозреваемые белые либо вообще в полицию придут неизвестно кто вроде тех мусульман которые белых и отстреливают помните был случай когда полицейский мусульманин застрелил белую страли как скандал и не было никакого заметно но вот такое тоже мы можем получить потому что в разговоры о отмене финансирования полиции это это может произойти а может перейти просто шантаж когда еще раз повторяю полиция просто превратится в какие-то в группу некомпенсентных людей с оружием тогда как вторая поправка она может очень сильно пострадать и раз я упомянул суды то конечно судей которые конституцию трактуют мы при байдоне не получим получим судей которые переписывают и расширяются несуществующие права или их выдумывают а права реальные свобода слова право на оружие и все что этим связано вот эти права будут страдать и та самая анархо тирания которую которую мы с вами наблюдали в ряде штатов и крупных городов в этом году то есть когда людей запирают по домам и преследуют при их попытке работать из-за проблемы эпидемии который еще большой вопрос насколько она проблема но с другой стороны погромщикам и тому подобные публики позволяют совершенно безнаказанно себя вести я боюсь что да и почти уверен к сожалению что при байдоне это политика она только разовьется а далее еще одна интересная параллель семидесятыми точнее даже не про ли такой привет из прошлого а именно пономарёв был такой глава международного отдела как и псс он 71 74 году две статьи у него было где он объяснял как надо делать революцию товарищем на западе и какие у них основные ошибки и по словам пономарёва то что надо сделать прежде всего это подчинить себе средства массовой информации людям коммунистических взглядов а спецслужбы и армию и как мы видим завета международного отдела как псс они левыми реализуются и и средства массовой информации уже у них а то что творилось спецслужбах при обаме мы теперь тоже с вами знаем и возвращение демократов и байдена будет означать то что скорее всего спецслужбы окончательно превратятся уже совершенно черт знает во что и если адекватные люди на каких-то низших уровнях там останутся то управление спецслужбами оно целиком и полностью будет политизировано и станет тоже придатком демпартии благо средства массовой информации это уже получилось а в образовании мы скорее всего получим выдавливание ваучерных школ и просто безграничную власть учительских профсоюзов которые к тому же станут получит возможность диктовать еще и политические какие-то цели хотя профсоюза не должны вообще заниматься политикой только какими-то экономическими вопросами но образование тоже будет целиком и полностью политизировано и когда мы с вами видим политизированное образование уже подчиненные средства массовой информации спецслужбы полиция которая либо запуганная либо делает то что ей велят демократы конгресс связанный по рукам и ногам и верховный суд который тоже может быть таким и исполнительная власть которая делает что хочет не очень хорошая картина но к сожалению и это именно то что мы можем с вами получить в случае победы байда если же мы с вами посмотрим на международную арену то здесь мы с вами увидим во первых масштабное предательство союзников потому что уже совершенно очевидно что байден не будет ориентирован на сотрудничество с королевством королевство какой-никакой это все-таки самый надежный друг в европе а будет пытаться дружить с этим с бюрократическим монстром под названием евросоюз на дальнем востоке исторически япония старается не вся вот именно либерально-демократическая партия стараются дружить с республиканцами кстати говоря и хотя политологи и аналитики японские особенно те которые хотят получить американские гранты ну конечно они пытаются проводить идею что демократы замечательные и так далее и тому подобное но повторяю власти сейчас либеральные демократы и они с байденом ну будут поддерживать отношения но скорее взоры обратятся в сторону китая потому что японцы люди умные они прекрасно понимают что байден не тот человек который с которым стоит связывать будущее и это означает укрепление китая так или иначе про тайвань даже не хочется думать что с ним может произойти а сам байден мы знаем у него и у его семьи с китаем отношения давние и мутны и вероятность того что у китайских спецслужб на него компромат полным-полно она весьма весьма высокая и ожидать каких-то действий байдена против китая я боюсь и мы не полу и вот мы этого не дождемся и это означает что как я сказал япония скорее всего пойдет на сближение с китаем и австралия окажется беззащитные и тоже будет вынуждена про новые желания я просто молчу с китаем так или иначе сотрудничать на ближнем востоке скорее всего со стороны байдена мы увидим давление на израиль с требованием все того же не существующего палестинского государства и только сложившийся вот этот альянс арабских стран против ирана но он вряд ли будет выдержит испытания байденом тем более байден не прочь с ираном опять дружить тогда арабы предпочтут что-то свое и израилю точно от этого не поздоровится к сожалению израиль то я думаю отобьется в любом случае но то что будут серьезные проблемы это понятно а ирана усилится ну и конечно же в такой ситуации когда сша показывают свое бессилие оставляют своих союзников и будут поддерживать безвольные никому не нужные организации вроде он и так далее но в европе путин получит возможность чего он там надумает я не знаю у него своих проблем хватает но тем не менее в этом плане у него будет путь открыт куда угодно и ряд правых партий например в бразилии в той же самой тогда и в тому подобных странах но я не скажу что они все ринутся к пути но там все таки ума хватает но то что они окажутся брошенными и почувствует отсутствие сильной поддержки со стороны штатов это серьезно я думаю они тоже справятся но тем не менее проблема тоже возникнут и в южная америка почувствует это и там снова левые будут возвращаться к власти и в европе где за время трампа усилились правые силы тоже я боюсь ничего хорошего не произойдет в общем а я конечно вам сейчас нарисовал картину мрачную я это понимаю но знаете я на самом деле ничего нового вам не сказал потому что если вы посмотрите на тех же самых консервативных авторов которые писали анализировали обстановку в штатах еще 50-60-е то вы увидите что очень много из того что сейчас прогнозирую они прогнозировали уже тогда но они это писали как в очень отдаленном будущем а мы к сожалению это можем получить уже в следующем году кендал мой любимый здесь я обращусь к нему он в одной из своих статей даже не в одной часто к теме возвращался написал просто что либералы у либералов есть четко выдержанная программа они будут ей следовать если им не помешать они не спешат и рано или поздно они ее к сожалению реализуют если им них не остановить они отменят коллегию выборщиков они сделаются чтобы отменить филибастер в сенате они сделают все чтобы повысить количество представителей город городов и сократить представителей количество представителей сельских районов среднего запада они приложат все усилия для того чтобы партии были абсолютно расколоты по идеологическому принципу и по партии более консервативная была вынуждена так или иначе следовать либеральным установкам и приходит к воду кендал это означает что американская система как ее создавали отцы основатели как она задумывалась как они описывали ее федералисте она будет уничтожен и если вы обратили внимание то все что сейчас перечислил и то на что кендал обращал внимание ну например в 63 году повторяю там я из разных статей его взял идеи именно это наполовину уже сбылось а вторую половину нам обещают демократы повторяю еще раз вас предупреждали нас всех даже не вас предупреждали это означает крушение америки какой мы ее знаем мне очень жаль что я говорю такие слова но увы так оно и есть мне очень грустно что это может произойти но я все-таки надеюсь на лучшее о чем во второй половине нашей программы если Сергей что-то добавит с удовольствием передам слово ну вот как раз наши слушатели и зрители на youtube и расстроились по поводу того что вы анализируете результат в случае победы байден лучше бы иван рассказал о том что нас ждет после того как трамп выиграет вот я думаю во второй части программы как раз об этом и пойдет речь если у вас будут вопросы вы всегда можете позвонить к нам в студию по телефону 847-400-5200 задать ваш вопрос никуда не уходите вернемся буквально через пару минут Возвращаемся в программу час Ивана Денисова телефон в студии по прежнему 847-400-5200 Иван давайте наверное примем звонок ответим на вопрос а потом продолжим Добрый день пожалуйста вы в эфире Алло здравствуйте если мы сегодня внимательно рассмотрим политическую карту Соединенных Штатов больше половины штатов уже безвозвратно находятся в руках демократов как Иллинойс, Нью-Йорк, Ниджерси и так далее Калифорния тоже а в тех штатах где еще правят республиканцы там качели двоевласти то иногда приходят к власти демократы и республиканцы меняют друг друга и там уже тоже все идет к тому что эти штаты постепенно из красных становятся сверва светло-голубыми а затем превращаются в голубые не кажется ли вам что в скором времени вообще эспубликанская партия придет к своему закату спасибо я все таки так не думаю во многом то что происходит это из-за эмиграции я уж не стал говорить столько раз на нее ссылался но повторю еще раз тоже серьезная опасность возможно одна из даже более серьезной чем то что я уже назвал в действиях байдена это амнистия для нелегалов потому что приток людей совершенно чья система противоречит американской он и приводит к тому что мы видим в остальном так или иначе американский консерватизм он свое берет со временем в той или иной степени хотя да демократы постараются сделать все чтобы его вытравить из жизни вы уже слышали угрозу что мы победим мы доберемся до всех кто с трампом сотрудничал и так далее и тому подобное такая опасность тоже есть я ее не исключаю учитывая политизацию спецслужб опять но в целом нет я все же не думаю что все настолько мрачно и если противостоять демократам то республиканцы и консерваторы свое будут брать но для начала надо свое взять завтра спасибо ну а теперь перейдем к другому прогнозу да я вот описал вам почти все мрачные последствия президентства Байдена или Харрис потому что да мы еще сами не знаем кто будет президентом на самом деле если в случае победы но давайте посмотрим на более оптимистический вариант это победа Трампа здесь тоже есть проблема во-первых вы знаете есть странная такая закономерность в американской истории что второй срок но он как правило оказывается для президента сложным и критиков у него больше и действия его не всегда вызывают оправдания но Трамп много уже ожиданий и мурачных прогнозов опроверг будем надеяться что и здесь обойдется тем не менее две первоочередные проблемы которые будут это опять если демократы получают большинство в сенате и вообще по всему конгрессу и тогда они будут Трампа серьезно сковывать у них опыт богатый со времен Никсона и Рейгана и второе что конец года я конечно тоже не хочу вас пугать но взрыв городского насилия и истерик связанных с коронавирусом нам обеспечен потому что погромщики они не будут мириться с поражением и они нам это обещали с января месяца а демократы бюрократы их друзья в средствах массовой информации и в научном там комплексе который увы тоже ничем не лучше они будут нам рассказывать когда устроят настоящую травлю всех консервативных республиканских губернаторов и Трампа заодно в связи с тем что все завтра умрут послезавтра не умрут заразят всех бабушек и дедушек и детей заодно и это тоже будет серьезное давление поэтому Трампу главное в такой ситуации свою команду укрепить и сохранить и конечно же не реагировать на истерики а что касается насилия ну пришла пора уже прибегать к силе я понимаю что многие считают что это не по-американски но извините для чего федеральное правительство если граждан не могут защитить власть штата и их собственность федеральное правительство вступает в дело поэтому введение всех возможных сил каких угодно в том числе и войск я лично полагаю что это тот момент когда к этому нужно прибегнуть хотя да многим это не нравится но извините бывают моменты в американской истории когда по-другому нельзя ну так что я думаю здесь Трампу надо решать далее конечно же Трампу нужно продолжать назначать судей и создавать серьезную основу для дальнейшего развития оригинализма в американской юриспруденции нужна очень серьезная чистка спецслужб потому что не все назначения здесь себя оправдали и конечно же Рею и Хаспил прежде всего им нужно уйти но у меня есть кандидаты на их пост но я надеюсь через неделю мы об этом поговорим пока просто скажем что спецслужбы нужно реформировать и дальше и стараться туда привлекать как можно меньше представителей элиты и это тоже кстати не мое мнение о многих разве аналитиков и как можно больше привлекать людей да естественно с образованием и так далее и тому подобным но которые не затронуты членством ни в каких элитных братствах университетских сообществах и так далее и тому подобное то есть как говорил все тот же кендалл без него мне никуда сегодня а он еще спецслужбами занимался так как в них работал нужны спецслужбы должны отражать интересы Америки куда лучше будут отражены аналитиками и людьми которые Америку знают не по лекциям левых профессоров а по своему собственному опыту поэтому здесь нужно что-то делать дальше дальнейшие действия Трампа по экономике по моему мнению помогут выбраться из коронавирусного кризиса во многом искусственного потому что снижение налогов сокращения регулирования но она себя безусловно оправдает и уже сейчас мы видим что экономика стала выправляться хотя повторяю ее сейчас попытаются в случае победы Трампа снова торпедировать демократы но как бы то ни было победа Трампа она даст возможность ему и дальше экономику выравнивать и я думаю уже в следующем году может прогноз очень оптимистический но вот здесь когда Америке никто не мешает прежде всего собственное правительство у нее все получается я думаю что уже через на будущий год вы будете смотреть на Европу с насмешкой как всегда в случае победы Трампа повторяю потому что у вас экономика вернется до коронавирусного положения в Европе вряд ли с их новыми локдаунами и так далее и Трампу это вполне по силам сделать естественно дальнейшее выведение образования из под давление профсоюзов дальнейшее развитие чартерных школы ваучерных это кстати поможет освободить чернокожих детей дать им лучшее образование так как они часто оказываются привязаны к своим школам где черт знает что творится а когда чернокожие дети будут их родители будут школы выбирать то мы меньше будем получать флойдов и иже с ними и больше кларенсов томас и томасов сову сову кстати вообще один из главных защитников чартерных школ а байден вы знаете их лютый враг поэтому это надо развивать в вопросах экономики в вопросах университетского образования нужно нужно конечно переосмысливать вопрос финансирования и если угодно вводить уже и понятие лояльности я знаю что это звучит отсылкой к пятидесятом но сейчас ситуация ничуть не лучше и это сделать нужно я не уверен что Трамп на это пойдет но возможно какие-то меры экономические предприняты будут так что образование реформы спецслужб и экономика но это скорее всего Трамп будет делать я очень это рассчитываю разумеется дальнейшее ужесточение миграционной политики и все-таки отмена даки пресловутой она должна состояться и я думаю здесь уже верховный суд не будет не сможет отбиться и это амнистия будет похоронена благополучно продолжение стены понятное дело и хотя конечно же Трамп вопросов не решит но вот то что я перечислил и то что ему по силам сделать но это уже ситуацию в стране я полагаю очень сильно улучшит если мы с вами обратим взоры на политику международную то здесь тоже достаточно продолжать то что Трамп делает и уже мы с вами видим что позиции Америки несмотря на стоны проклятия мирового либерального истеблишмента они будут только укреплены прежде всего на Ближнем Востоке где Трамп сделал и так уже очень многое для прекращения террористической деятельности так как она там ну не сказать чтобы уничтожена я боюсь она там никогда не будет уничтожена но такого безобразия что было при Обаме мы конечно там не видим Трамп сделал то о чем давно говорят консервативные конечно они республиканские прежде всего консервативные аналитики а именно что арабский мир понимает только силу и видит когда Америка готова защищать своих друзей и тогда не будет связываться ни с Америкой ни с ее друзьями и поэтому то что происходит происходило в последние годы перевод посольства в Иерусалим и готовность Трампа и Америки быть рядом с Израилем ну привело к тому что арабы справедливо судили конечно к Израилю у них любовь не пробудилась но они поняли что им не стоит с Америкой конфликтовать поэтому и с Израилем не стоит конфликтовать тем более внутренние арабские разборки они на самом деле в ряде случаев более серьезные чем их ненависть даже к Израилю и в такой ситуации они предпочтут прибиться к тем кто посильнее опять же Иран есть Иран сейчас для арабов гораздо больше угрозы чем Израиль поэтому они предпочтут около Америки снова собираться более того прошла информация что Саудовская Аравия ждет результатов выборов и в случае победы Трампа они почти сразу же объявят о том что тоже готовы отношения с Израилем нормализовать в случае победы Байдена они может это тоже объявят но они будут ждать и смотреть на то как Байден себя поведет а может и не будут кстати кто их знает если Байден начнет на Израиль набрасываться с него станет а так разговоры ходят и как видел я информацию глава МОСАД Йоси Коэн об этом уже говорит что ждут такого объявления Саудовской Аравии после выборов то есть Трампу во второй срок вполне по силам принести максимальную стабильность на Ближний Восток я вообще не знаю с какого времени но едва ли не со второй мировой войны точно как там более-менее какие-то государства появились и сразу же пошло поехало Трамп может успокоить хоть как-то регион что касается Востока и Дальнего то как я уже сказал японцы увидят своих друзей республиканцев и власти они продолжат укреплять свои контакты Тайвань где кстати Трампу огромная популярность потому что они знают что будет в случае победы Байдена и они знают что такое дезинформация китайская и Тайвань ждет победы Трампа и поэтому на Тайване тоже будут естественно довольны и тот самый союз о котором я вам столько раз говорил Япония Тайвань Южная Корея он только укрепится безусловно за второй срок Трампа но давление на Китай продолжится лишившись своего человека в лице Байдена Китай конечно же ну не исчезнет и будет продолжать гадости делать но по крайней мере он поймет что это будет опасно учитывая то что у Трампа поддержка ну и Австралия тоже приободрится я думаю и тамошние консерваторы и тамошние антикитайские силы тоже получат серьезную помощь и психологическую какую угодно в случае победы Трампа Европа это означает дальнейшее укрепление связей с Соединенным королевством это мы уже с вами видим я не примену да уж куда мне без них заметить что надеюсь и Северной Ирландии где кстати повторяю поддержка у Трампа очень высокая тоже не удержусь Сэмми Уилсон один из самых консервативных представителей юнионистов североирландских назвал Байдена попугаем в Твиттере который просто повторяет левую пропаганду ирландских террористов а Трампа американским орлом и добавил что лучше пусть будет в Белом доме орел чем попугай я думаю мы согласимся с Сэмми Уилсоном и правыми ольстерцами так вот укрепление контактов с королевством Евросоюз ну сейчас не будем углубляться что с ним и как будет я конечно надеюсь что он рано или поздно лучше рано развалится но главное что укрепится отношение с королевством и конечно же правые партии о которых я говорил и которые в случае победы Байдена окажутся бесхозными ну как бесхозными я же не говорю что Трамп будет поддерживать финансово это не нужного никому ни партиям ни Америке но просто правым партиям им лучше ощущать что в Америке действительно серьезный консервативный президент а не то что мы можем получить в наихудшем варианте так вот укрепление правых партий означает то что евросоциализм получит серьезный удар в той же скандинавии где правые партии трамповые симпатизируют особенно в Дании ну не буду опять ссылаться на свою любимую партию североевропейскую а есть целый ряд других интересных партий в Португалии в Испании так что и они могут активизироваться я очень надеюсь что победа Трампа поможет и южноамериканским правом прежде всего Болсонару в Бразилии но и в ряде других стран Южной Америке там на самом деле еще хуже чем на Ближнем Востоке там постоянно меняется постоянно какие-то свои внутренние проблемы и переделки но я думаю что хоть какую-то стабильность тоже может принести только Трамп потому что пример Болсонару он должен так или иначе на другие южноамериканские страны тоже подействовать а пример Болсонару это эффект Трампа в чистом виде а Южная Америка которая готова сотрудничать со штатами но это прежде всего правая Южная Америка правая Южная Америка еще раз повторяю это Трамп но и да то что многие либералы русскоязычные вас всех пугают что Трамп придет и сразу же Путин всех одолеет ни в коем случае как я уже вам говорил и готов повторить еще раз политика Трампа она Путина только будет ослаблять все дальше так как энергетическая независимость при Трампе продолжится а при Байдене скорее всего нет с его желанием позакрывать ряд нефтегазодобывающих предприятий укрепление военной мощи Соединенных Штатов и то что члены ООН будут и дальше повышать свои вклады в развитие ООН и финансировать организацию все это будет при Трампе а не при Байдене так что как видите проблемы естественно будут без них никуда от них никуда и не деться не бывает идеального кандидата не бывает идеальной системы не бывает идеальной партии все те же отцы основатели нас об этом предупреждали но то что даже если Трамп просто повторит свои успехи первого срока это уже будет очень большое достижение поверьте мне а если он их еще и укрепит если он их и усовершенствует а он может это сделать то вообще будет еще раз говорю рая на земле конечно вам никто не обещает но куда больше стабильности внутри Америки по крайней мере до следующих выборов и во всем мире так что выбор для меня очевиден Байден это в Америке анархотирания раскол общества и контроль за мыслями людей во всем мире просто черт знает что Америка это Трамп видите я даже Трамп уже с Америкой ассоциирую Трамп это укрепление консервативных идей в Америке укрепление американской экономики укрепление союза с настоящими союзниками союза с союзниками ну не обессудьте так оно и есть и конечно же укрепление да и как следствие большее спокойствие в мире враги Америки враги цивилизации ну они будут просто сидеть по дырам по норам уйдут не уйдут здесь я не могу гарантировать но по крайней мере они будут понимать что по рукам им дадут в любой момент так или иначе Трамп нам все это показал ну и главное что Трамп конечно же продолжит я очень надеюсь все это реально если он продолжит сотрудничество с консервативным движением каких бы то ни было предпосылок к тому чтобы он это сотрудничество прекратил ну я не вижу я напомню он и так президент который воплотил гораздо больше рекомендаций Heritage чем какой-либо другой президент а во второй срок если он продолжит это делать ну флаг ему в руки как говорится уже в хорошем смысле слова потому что успешный второй срок Трампа но он означает что как минимум еще четыре года после двадцать четвертого Пенс Ноум Десантис я не знаю кто но безусловно после Трампа я не могу себе представить что пришел какой-то унылый человек из эстеблишмента скорее всего это будет консерватор какой я опять же не могу вам прогнозировать но даже если останется Пенс я уже буду очень доволен Ноум и Десантис замечательно демократы да они продолжат ли ведь увы что прискорбно и поражение Байдена они конечно воспримут как сигнал к окончательному переходу в социализм скажут что вот сами видите мы выставили якобы умеренных проиграли и так далее но нас интересы демократов с вами в общем то наверное волновать все таки не должны увы интересы демократов сейчас американским да и мировым интересам противоречат по моему убеждению поэтому если они превратятся в партию социалистическую потом тихо мирно будут вытеснены на задворке американской политики то ну значит сами виноваты их судьба я ни в коей мере не призываю к этой партийной системе я уверен что другое появится но что есть то есть а Трампу еще раз говорю удачи смешно что я говорю с точной противоположностью того что говорил четыре года назад но Трамп меня переубедил и главное его действия его поступки его программа на второй срок поэтому для меня все очевидно консерваторы с Байденом консерваторы против Байдена консерваторы с Трампом я с консерваторами я верю в давнюю максимуму философа джафы что спасение мира это Америка республиканцы консерваторы идеи отцов основателей все это на сегодняшний день представляет Трамп что представляет Байден я вам рассказал чуть раньше поэтому я ни в коей мере как всегда не призываю вас ни за кого голосовать но по моему выбор и так ясен и здесь я наверное прервусь хотя время месяца может вопросы Сергея что-то добавит у нас есть вопросы от радиослушателей добрый день да конечно добрый день Сергей Иван добрый день у меня вот такой вопрос вы частично в своем обзоре затронули вмешательство спецслужб Советского Союза в жизнь политическую жизнь Соединенных Штатов я понимаю что времени осталось не очень много но может быть в одной из следующих передач вы сумеете сделать обзор того как вмешивается современная путинская Россия в политическую жизнь Соединенных Штатов вот смотрите я поясню свой вопрос слева это телеканал Дождь и например Эхо Москвы справа это такие люди как Соловьев и Ижи с ним тем не менее атака скоординированная на мой взгляд проводится спецслужбами с обеих с обеих политических сторон Эхо Москвы непонятно на кого они работают в этом смысле но они целиком и полосы на стороне демократической партии и социалистических идей как таковых справа американских радиослушателей и телезрителей такие люди как Соловьев пугают грядущей гражданской войной другими словами если сублимировать обе точки зрения получается что некий такой политический дискурс атака на политическую систему Соединенных Штатов еще раз хочу сказать что времени мало и вы наверняка не успеете проанализировать это но может быть в один из следующих разов когда вы будете делать свой обзор и разговаривать со всеми нами вы сумеете остановиться поподробно на этом вопросе спасибо заранее спасибо вам да обязательно поговорим об этом можно и прошлое вспомнить вывязать с настоящим тем более что преемственность налицо только я все таки ну я понимаю вы пользуетесь более принятыми установками но знаете давайте Соловьева он не справа справа я а Соловьев он при Путине Путина я извините к консерваторам и к правам никогда не относил и относить не буду адекватные правы в России есть не только я я себя упомянул когда мы чего-то добьемся я вам не могу гарантировать но мы здесь есть так что и поддержка Трампа здесь тоже есть поверьте мне поэтому спасибо за вопрос обязательно к теме вернемся вот тут у нас небольшое событие такое есть у нас Дюпейдж Каунти и вот полиция арестовала election judge это судья которая должна принимать участие в выборах которая помогает выборам которая следит за законностью выборов арестовали за то что она воровала вот эти ярд сайны партийные знаете там агитирующие из-за того или иного кандидата должен ли я назвать партию которой она принадлежит или так догадались поскольку у нас на избирательных участках как бы представлены и та и другая партия причем утверждают на должность судьи именно партийные комитеты комитеты Каунти и вот это одна из причин судья можете себе представить так сказать насколько она объективна будет и чего от нее ожидать во время выборов а так вот это одна из причин по которой я завтра буду судьей на одном из избирательных участков помогать нашим избирателям голосовать и следить за тем чтобы вот такие судьи как зовут ее да неважно как ее зовут ее зовут беверли джонстон так вот чтоб следить чтоб такие беверли джонстон от демократической партии поменьше мухлевали поменьше там использовали разные трики для того чтобы дописать голосов байдену и украсть голоса у трампа иван а вам огромное спасибо как всегда очень интересно и до встречи в следующий раз спасибо вам и завтра голосуйте я очень надеюсь что в следующий понедельник нам будет с чем поздравить друг друга хочется верить а вообще да следующий понедельник будет если мне память не изменяет 9 число будем надеяться что к 9 числу объявят официального победителя выборов спасибо иван спасибо вам до встречи у нас будет это что это а Субтитры подогнал «Симон»